Эта удивительная история произошла на самом деле. Аня родилась в небогатой семье, ее родители жили в провинциальном городке и перебивались от зарплаты до зарплаты. Повзрослев, Аня превратилась в очень красивую девушку. И ей, конечно же, очень хотелось носить шикарную брендовую одежду от Гуччи и Шанель, как у ее подруг, покупать парфюм от Диор и сумки Луи Виттон. Но ее семья была очень бедна, и девушке приходилось экономить, чтобы приобрести что-то похожее на распродажах. Она стыдилась своей бедности и вскоре отдалилась от более богатых и успешных подруг. Но она решила не сдаваться и идти на пролом. Во что бы то ни стало, она решила разбогатеть, но при этом ей вовсе не хотелось становиться содержанкой у богатого мужчины. У Ани было врожденное чувство собственного достоинства, и она не собиралась быть подстилкой первого встречного богача. Она решила зарабатывать сама и устроилась на работу в одну небольшую, но перспективную фирму. Девушка обладала умом и амбициями, поэтому ей повезло. Она стала делать первые успехи и вскоре получила повышение должности, а вместе с ней и зарплаты. Затем ее заметили конкуренты и сделали ей более выгодное предложение. Работать нужно было в столице. Аня, не раздумывая, бросила все, собрала вещи и уехала в Москву. Сняла квартиру и приступила к новым обязанностям. Первое время ей было нелегко приспособиться к новым условиям и жить одной, но потом она привыкла и все устроилось. Аня начала зарабатывать по-настоящему большие деньги. Теперь она могла позволить себе ужинать в роскошных ресторанах, ездить на шикарной тачке, носить платья и парфюм от Диор и Шанель. Ее мечта сбылась, и всего этого она добилась не за счет мужчин, а сама. Но тут она столкнулась с другой проблемой. Она заметила, что мужчин, которые ее окружают, интересует не она сама как личность, а ее внешний пафосный образ, олицетворение достатка, успеха и внешней красоты. Мужчины обращали на нее внимание как на одну из многочисленных глупых красоток в крутых шмотках, которых только и интересуют развлечения. Но они не ценили ее как личность, никому не был интересен ее внутренний мир. И сами мужчины казались ей пустыми и неинтересными, никто не смог пробудить в ней ответные чувства. Однажды на вечеринке она познакомилась с одним парнем. Его звали Денис, и он с первого дня знакомства начал красиво за ней ухаживать. Денис был преуспевающим молодым бизнесменом, красивым и уверенным в себе. Он дарил Ане цветы, приглашал на ужины в самые дорогие рестораны, подвозил до дома на своем авто после работы, рассчитывая на ответную симпатию. Молодой человек думал, что именно таким образом можно обольстить любую девушку и не сомневался в своем успехе. Но каково же было его удивление, когда он понял, что на Аню все его ухаживания производят совершенно обратное впечатление. Чем больше он царил деньгами и пускал пыль в глаза, тем холоднее и неприступнее становилась Аня. Дело в том, что она не верила в искренность чувств Дениса, считая его слишком самовлюбленным и самоуверенным. Ей казалось, что его интересует не она сама, а ее имидж и тело. Тогда как внутри она совсем другой человек. Ей хотелось, чтобы ее любили за ее душу и характер, а не за ее красивое тело и шмотки. Ведь тело и одежда могут состариться, а она мечтала о великой любви на всю жизнь и придумала в своем воображении некий идеальный образ, которому не соответствовал ни один знакомый мужчина, включая Дениса. Денис, не понимая, в чем дело, еще больше распылялся. Еще никогда с ним такого не было, чтобы девушка, которая ему нравилась, не отвечала взаимностью. Он недоумевал и сам не заметил, как по-настоящему влюбился в Аню. Хотя вначале у него была только одна цель – беззаботно и весело провести с ней время. Но Аня была первой, кто повела себя с ним, как настоящая леди, и не подпускала к себе слишком близко, не веря до конца в искренность его чувств. А пока она ему не верила, парень влюблялся в нее все больше и больше. Денис решил, что с ее стороны такое поведение – лишь женская хитрость, чтобы распалить и привязать его к себе еще сильнее. Он думал, что Аня с ним таким образом заигрывает и внутри хочет большего, чем просто отношения. В конце концов, дойдя до полного отчаяния в попытках завоевать холодное сердце Ани, Денис решился пойти на крайний шаг. Угадайте, что он сделал? Он купил самое дорогое кольцо и решил преподнести его девушке вместе с предложением руки и сердца. Для этого он организовал роскошное романтическое свидание на крыше ресторана со свечами и шампанским. Он думал, что чем шикарнее устроит этот вечер, тем благосклоннее будет Аня. В предвкушении приятного окончания вечера и не сомневаясь в его успехе, он привез ее в ресторан. У входа он сказал, что приготовил для нее сюрприз и попросил завязать глаза. Они поднялись на крышу, сели за столик и Аня сняла повязку. Увидев, куда ее привел Денис, Аня настороженно замерла и слабо улыбнулась. Денис внезапно встал на колени, вынул из кармана роскошное кольцо и, волнуясь, сделал ей предложение, спросив «Ты станешь моей женой?» Каково же было его изумление, когда девушка холодно его поблагодарила и ответила твердо «Нет». Как громом пораженный, Денис поднялся с колен и тихо спросил «Почему?». На что Аня прохладно ответила, что не испытывает к нему никаких чувств, потому что не верит в его любовь. Она пыталась ему объяснить, что он любит не ее саму, а ее деньги, внешность, статус. Но он понятия не имеет, какая она на самом деле внутри, и что если бы она сейчас была бедной и плохо одетой, он даже не обратил бы на нее внимания. Она не стала делиться с ним тем, откуда у нее взялся этот комплекс Золушки. Не рассказала, что выросла в бедной семье, и теперь ей кажется, что мужчин интересуют только успешные, красивые и богатые девушки. Внутри она так и осталась скромной и недоверчивой Золушкой, с вечным комплексом неуверенности в себе и в людях. Но Денис это так и не узнал. Он молча встал и ушел с разбитым сердцем, разочарованный в своих чувствах и в самой Ане. Это был конец. Прошло три месяца. Каково же было удивление Ане, когда она узнала от подруг, что Денис на днях женится, и его избранницей стала обычная невзрачная девушка из простой семьи, которая подрабатывала простой уборщицей в его фирме. И в этот момент Аня все поняла. Она обнаружила, что совершила непоправимую ошибку, недооценив своего бывшего парня. Оказывается, его интересовали не только ее деньги, тело и статус. Он на самом деле был в нее влюблен. Но после того, как она, красивая и успешная, его отвергла, он настолько разочаровался в любви, что стал избегать девушек из так называемого высшего общества и предпочел им более скромную избранницу, которая сразу же искренне ответила на его чувства. А Аня осталась одна, ни с чем. Что же стало потом? Денис и его невеста поженились, и у них теперь счастливая семья и дочка, которую назвали Аней. А сама Аня до сих пор одинока и никому не доверяет. Как вы думаете, Аня обретет когда-нибудь свое счастье, или так и останется одна из-за своих внутренних комплексов? Делитесь в комментариях, что вы думаете об этой истории. Может ли у нее быть счастливый конец? Субтитры создавал DimaTorzok